Дополнительный вопрос. Все же вы для себя рассматриваете вероятность эскалации этой ситуации, вооруженный конфликт и в таком случае как будет реагировать ваше ведомство? Вы знаете, наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны?». Мы не хотим войны. Президент Путин об этом еще раз сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть и на Украине их полно. Есть на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивное настроение подпитывать на Украине. И расчет очень простой. Чем больше будет раздражителей на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории геополитические. Вчера Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны, у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться. Но я хочу еще раз сказать, мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими партнерами. И то, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную рамку дальнейшей работы, я все-таки, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, я все-таки рассматриваю это как позитивный шаг накануне Нового года. Пожалуйста, Роман Зыскин. Сергей Петрович, Вы упомянули изменение позиции немецкой страны, например, по Минским соглашениям. В принципе, к сожалению, в последние несколько лет можно наблюдать за ухудшением двусторонних отношений между Германией и Россией. Официальный Берлин обвиняет в этом Россию. Скажите, на Ваш взгляд, в чем причина или причины ухудшения отношений между нашими двумя странами? Знаете, я уже как-то касался этой темы. Вот послушайте, что говорит министр обороны Германии, что говорит Урсула фон дер Ляйен, что она говорила, когда работала в правительстве ФРГ, и что она сейчас говорит уже от имени всей Еврокомиссии. Текст примерно такой. Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, но сначала Россия должна изменить свое поведение. Точка. Я вот встречался с Аналиной Бербок в Стокгольме, и мы неплохо поговорили. Ну, короткая встреча была понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что в коалинационном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражен настройно-конструктивный диалог. Но там же есть и другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать. Всякие оскорбительные мантры о том, что гражданское общество повсеместно у нас ущемляется, требование прекращения дестабилизации Украины, о чем мы уже только что говорили. Ну, понятно, что традиции германской демократии таковы, что приходится комбинировать составы коалиций самым разным образом, и далеко не всегда это получается гомогенно. Это жизнь, и мы это принимаем как данность, тем более, что во главе коалиции стоит СССР Германии, и именно с именами лидеров СДПГ связаны наиболее продуктивные периоды взаимодействия, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Берлина. Будем надеяться, что и партнеры СДПГ по коалиции тоже все-таки будут больше уделять внимание тому, как нам налаживать позитивную повестку дня. Но подход, который однозначно предполагает, что та сторона все делает правильно, она безупречна, а изменить поведение должна Россия, ну, вы понимаете, мы все люди взрослые, так не бывает. По мощности президента США по национальной безопасности, недавно откровенно рассказал, что США активно пытаются преобразовать установленный миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов, призванных работать в интересах Вашингтона. Хотелось бы узнать, насколько серьезную угрозу для позиций, для влияния России представляют такие попытки, и какие конкретные шаги предпринимают российские дипломаты и руководства страны, чтобы не допустить слома или снижения эффективности структуры ООН? Ну, это не новая тема. Я уже упоминал в начале нашего разговора о том, что Соединенные Штаты и их союзники уже перестали употреблять термин «международные права», а говорят о необходимости для всех уважать миропорядок, основанный на правилах. Это вот из той же серии. И наряду с наличием в системе ООН огромного количества программ, фондов, спецучреждений, региональных экономических комиссий, в которых представлены все без исключения страны и которые открыты для участия всех членов ООН, наряду с этим по тем же темам создаются некие вне ООНовские платформы, призывы. В Париже в рамках одного из мероприятий, который называется «Парижский форум мира», провозгласили создание некой платформы по защите свободы журналистов, средств массовой информации и многие другие инициативы, свободы в киберпространстве, защита международного гуманитарного права. По всем этим вопросам есть либо ЮНЕСКО, либо Совет ООН по правам человека, либо какая-то другая структура, где, повторю еще раз, на универсальной основе согласованы все правила. Ведь Устафон — это тоже правило, мы же не против правил как таковых, но это правила, которые всеми поддержаны. А наши западные коллеги видят на целом ряде направлений, в том числе на направлении свободы прессы, доступа к информации, на направлении ситуации в киберпространстве. Они видят угрозу для своих интересов, потому что если садиться на ООНовской универсальной площадке и согласовывать правила, приемлемые для всех, то это будет ущемлять их интересы, которые они хотят в одностороннем порядке сделать предпочтительными в той или иной сфере человеческой деятельности. Вот отсюда все это происходит. Да, они хотят, чтобы в этих вот площадках, на которых они свои правила формируют, присутствовали не только правительство, но и бизнес, институты гражданского общества, тем самым, по сути дела, размывая межправительственный характер договоренностей, которые только и могут быть устойчивыми. Это линия, это политика, это курс, который они активно продвигают. И мы считаем, что это неправильное толкование того, что сегодня нужно для международных отношений. Мой коллега, госсекретарь Блинкин, вчера, по-моему, заявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не могут не определять правила в современном мире. И многие его собеседники, практически все его собеседники на всем земном шаре, каждый раз говорят, как хорошо, что вы теперь опять нами всеми командуете. Ну, примерно так он высказался и добавил, потому что когда мы этого не делаем, то либо кто-то другой начинает лидировать, либо наступает хаос. Ну, такая философия тоже, знаете, достаточно эгоистичная. И для того, чтобы преодолеть вот эти тенденции, тенденции к опять возвращению к какому-то диктату, к гегемонии, президент Путин и предложил собрать саммит, поставил на членов Совета Безопасности, не потому что они главнее других, а просто на них особая ответственность лежит в соответствии с уставом ООН. И ответственность предполагает согласование совместных идей о том, как укреплять международный мир и безопасность. И такие рекомендации, я уверен, были бы с интересом восприняты всем остальным мировым сообществом.